Привет, друзья! Сегодня приготовлю три блюда из куриного фарша с овощами. Смотрите видео рецепт и выбирайте понравившийся вариант себе на ужин. Точное описание рецепта, как всегда, внизу под видео. Основой для всех трех блюд будет куриный фарш. У меня в равной пропорции куриное филе и мясо бедрышек. Так фарш получается сочным, а не сухим. Режу мясо на небольшие куски и пропускаю через мясорубку. Также в мясорубке сразу прокручу лук и чеснок. Конечно, можно купить фарш в магазине, но я люблю больше домашний. Хорошо перемешиваю фарш до однородности и буду его использовать как основу для трех блюд. Итак, первое блюдо – мясные стушки с овощами. Мелко нарезаю зелень, у меня это укроп и петрушка, и добавляю к фаршу. К фаршу еще добавляю 2 столовые ложки манки, соль и перец. Хорошо перемешиваю и оставлю фарш, чтобы манка набухла. Основой под фарш у меня будет кабачок, нарезая его толстыми кольцами 1,5-2 см. Если вы не любите кабачок, можете взять, например, баклажан или цветную капусту. Выкладываю кабачок на противень. Я использую силиконовый коврик, подходит также бумага для запекания. И кабачок смазываю немножко растительным маслом. Кабачок посолю, добавлю черный перец, сушеный чеснок и прованские травы. Теперь из фарша формирую котлетки и выкладываю их сверху на кабачок. А чтобы фарш не прилипал к рукам, смачиваю их немного в холодной воде. Режу кольцами помидор и выкладываю сверху на котлетки. Немного посолю помидоры и добавлю сушеный чеснок. И теперь буду запекать стошки в разогретой до 200 градусов духовке 15-20 минут. На готовые стошки выкладываю порезанную моцареллу и поставлю в духовку еще на одну минутку. Всего полчаса и вот такая красота получилась. Готовые стошки украшаю свежим базиликом. Мясные стошки получились сочными и вкусными. Они обязательно понравятся и взрослым и детям. А мы переходим ко второму рецепту. Теперь буду готовить мясные ватрушки. К фаршу добавляю 2 столовые ложки манки, соль, перец, базилик, тимьян, карри. Хорошо перемешиваю фарш и дам ему настояться, чтобы манка разбухла. Быстренько приготовлю начинку для ватрушек. Мелким кубиком нарезаю помидор. Нарезаю также мелко лук и красный сладкий перец. И обязательно добавлю зелень, укроп и зеленый лук. Теперь немного посолю и хорошо перемешаю. Делаю основу для ватрушки. Из фарша формирую котлетки. И с помощью ложки делаю гнездышки для начинки. А чтобы руки и ложка не прилипали к фаршу, их можно смачивать в холодной воде. Ватрушки сформированы и выкладываю в них овощную начинку. Запекала мясные ватрушки в разогретой до 200 градусов духовке 15 минут. Ватрушки подрумянились. И еще на каждую ватрушку добавлю перепелиное яйцо. Можно, конечно, и куриное. И поставлю запекать в духовку на 4 минуты. Всего полчаса вкусная и полезная мясная ватрушка с овощной начинкой на вашем столе. Ну что, друзья, переходим к третьему рецепту. Котлеты с картофельной шапочкой под сырным соусом. Как и в предыдущих рецептах, к фаршу добавляю приправы. Мелко нарезанный укроп, перец, соль, 2 столовые ложки манки и молотый сладкий перец. И, конечно же, все хорошо перемешиваю. Теперь приготовлю соус. Мелко нарезаю петрушку и добавляю ее в сметану. На мелкой терке натираю сыр и отправляю его к сметане. Добавляю 1 яйцо, соль, перец и все перемешиваю. Соус готов, а я на крупной терке натру картофель. Картофель надо немного отжать и слить сок. Из приправ к картофелю добавлю розмарин. Все составляющие готовы. Формирую из фарша котлеты и выкладываю их на противень. Сверху на фарш кладу немного тертого картофеля с розмарином. Сверху по картофелю распределяю сырный соус. И всю эту красоту буду запекать в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут. Румяные и сочные котлеты с картофельной шапочкой посыпаю зеленью. Друзья, надеюсь, я помогла вам с решением задачи, что приготовить на ужин. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какое из трех блюд вам больше всего понравилось. Спасибо, что смотрели нас. Прошу к столу и приятного вам аппетита!